Всем привет, ребята, с вами снова я, Зейн, и это уже 27-я часть рубрики от Нубада Топпера. И в этой части, ребята, мы будем готовиться к ближайшему Ханидею, который, скорее всего, подпадёт на 29-ю и 30-ую серию этой рубрики. Сегодня я хочу повышать свои ули, используя тикеты, также повышать свои биквипы и поделать некоторые квесты, поэтому сегодня будет тоже интересно. Ну а если понравится видео, вы можете поддержать его своим лайком и подпиской, так напоминаю, что у меня есть свой Дискорд и Телеграм, ссылки на которые будут в описании. Ну а больше не буду вас задерживать, желаю вам приятного просмотра. Давно хотел прикупить робоксы по самой дешёвой цене? Тогда заходи на сайт rbxl. На этом сайте вы можете купить робоксы по самым выгодным ценам. rbxl имеет огромное количество положительных отзывов, а значит им можно доверять. На сайте робоксы всегда есть в наличии. Делись своим промокодом с друзьями и получай робоксы с первой покупки друга. А также выполняй задания и получай за это робоксы. Покупай робоксы дешевле, чем где-либо, не беспокой за безопасность своего аккаунта. Используй мой промокод ZNBSS при покупке робоксов и получай 20 робоксов в подарок. Всё это только на rbxl, ссылка на сайт будет в описании. И начать, ребята, эту серию я хочу с того, что мы потратим 5 триллионов мёда, которые я накопил на макроссе. Поэтому прямо сейчас мы это всё будем тратить на тикеты. Также начинаем немного выравнивать ситуацию с соотношением плейтайма и нашего тотала. Поэтому понемногу это всё будем исправлять. А пока опять же предлагаю потратить весь свой мёд на покупку тикетов. Прямо сейчас они стоят у нас немного, поэтому можно покупать. Уже купили первые 500 и покупаем ещё очередные 500 тикетов. Ну и тут, чтобы добить 2000 тикетов, я сразу покупаю дополнительные 600. Поэтому прямо сейчас мы идём покупать 2 старпеченьки. Эти старпеченьки я, скорее всего, потрачу или на тапков, или на буянтов. Прямо сейчас мы это всё посмотрим. И, кстати, ребята, насчёт одарённого улья. В прошлой серии я сказал, что тапок за фулл гифт хайв даёт нам 10% блюполона. И на самом деле, ребята, раньше так и было. Просто он это пофиксил, я не заметил, когда это произошло. И поэтому я узнал про это только сейчас. Поэтому, по сути, гифт хайв даже немного бесполезен. Конечно, он будет помогать тем, что у буянтов будет намного больше конверта. Кстати, всё-таки я решил одарять буянта. Также у него будут свои собственные бафы по типу вечеринки. У тапков будут дольше жить жабы. Поэтому, в принципе, одарение улья нам не помешает. Но такого бафа, как раньше, который выдавался за фулл одарённый ульей, сейчас у нас, к сожалению, нету. Ну а так, в ближайших сериях, думаю, понемногу будем одарять весь этот ульей. Также в будущем будем пытаться одарять это ещё за блюберри. Возможно, будем крутить мифики за реальт желе, потому что это тоже эффективный способ. Ну а также мне тут прям очень повезло с мутацией на конверт рейд. Упал достаточно большой прирост, поэтому у нас есть ещё один очень крутой буянт. Ну а так я буду и дальше продолжать понемногу мутировать разных пчёл. Буду пытаться убивать на всех, на кого ещё не выбил конверты. Потом будем заниматься не только мифическими пчёлами. Например, на обычных пчёл обычно выставляют ability rate. Всё равно одних другой эффективности. Кроме того, что они просто могут быстрее спавнить токены, нету, поэтому на них не ставят никакие конверты, потому что это попросту бесполезно. Также, ребята, напоминаю, что на тот момент я ещё не знал, что бисмос у нас продлят во второй раз, поэтому все пряники я тратил в улей и пытался убивать себе одарённых пчёл. Хотя, если бы знал, мог бы за это время накопить их очень большое количество и купить себе хоть какие-то прикольные бандлы. Ну а так, ребята, пытаюсь понемногу выбить себе лунный амулет. Пока что у меня это, к сожалению, не выходит, но когда-то я уверен, что нам упадёт хороший лунный амулет. А пока, ребята, вы просто посмотрите на эти прекрасные цифры на макросе. Средний фарм в час у меня прямо сейчас становит по 200 миллиардов, и это просто супер, потому что мы можем закупать много тикетов и также быстренько одарять себе новых мификов. Ну а также впервые за долгое время, опять же, я нашёл стикер на стене. Почему-то давно их не находил, куда-то они все пропали. Ну а теперь, так как мы купили новые тикеты, предлагаю сразу же их потратить на старпеченьку, что мы успешно и делаем, после чего, опять же, подходим к кулью, я думаю, механизм вы уже запомнили. Пока что решил подарять буянтов, потому что тапка мне пока что хватает, а вот с ними проблема, мне прям не хватает шариков на поле. Ну и, конечно же, понемногу буду и дальше пытаться убивать на всех мутаций, чтобы они были хоть какие-то полезные. Вот, опять же, подкопил 500 биттерберри, поэтому прямо сейчас попытаюсь выбить конвертрейт на этого буянта. И немного покрутив, кстати, выбиваю достаточно хороший прирост к конверту, что, конечно, не могло меня не порадовать. Но у меня есть ещё один не мутированный буянт, поэтому прямо сейчас также попробуем выбить конверты на него. Биттерок у нас осталось ещё немало, поэтому будем пытаться выбить, и, кстати, выпал он нам очень быстро. И если что, ребята, эти все мутации биквипа, они могут выглядеть как незначительные бафы, но на самом деле это всё в сумме, я думаю, вы понимаете, даёт очень хороший прирост. Поэтому этим всем мы обязательно будем заниматься. Вот ещё, прям только что наложил мутацию конверта на гамми пчелу, что тоже будет для нас полезно. Сейчас будем пытаться также дарить ещё и фестив пчелу. Но, к сожалению, потратив все оставшиеся у меня биттерберри, мне ничего не выпало. Ну а так, ребята, на этом моменте у меня тогда не было очень много времени, чтобы играть, поэтому видите, что я большинство времени стал макросом, после чего выполнял какие-то действия на аккаунте. В будущих сериях я обещаю, что это всё исправится, и мы начнём фармить мёд не только с помощью макроса, будем делать какие-то бусты, также будем выполнять те же квесты, про которые мы забыли. Фармить ресурсы на покупку новых вещей, фармить новые стикеры, чтобы быстренько забивать себе стикерстак, да и много чего другого, чем нам ещё следует заняться. Конечно, следующая серия у нас тоже будет плюс-минус такая подготовительная, мы будем делать уже финальные подготовки, и в конце серии, я думаю, использовать ханидей. После чего, уже в последующей серии, я планирую выделить на ханидей две серии, потому что там даже записывал некоторые бусты, уже будут про то, как я отфармил тот ханидей, что я там успел сделать, и вообще, что успело произойти. Ну а также, как вы могли заметить, я прям только что скраптил блю экстракты, и покупаю очередную порцию тикетов. Если что, лафа с почти бесплатными для меня сейчас тикетами скоро закроется, потому что сейчас они стоят довольно дёшево, когда дойдём мы где-то до 5 триллионов за 500 тикетов, уже не будет прям такого желания их покупать. Потому что за те же 5 триллионов я могу подкачать себе 3 пчелы на 18 уровень, не знаю, будет ли это, конечно, полезнее, но будет точно красивее выглядеть. Ну а пока одаряю ещё одного буянта. Опять же, очень скоро на ханидее мы сможем протестить эффективность нашего улья. Также вот пробежался, поубивал разных боссов за кадров, и решил всё-таки показать лут, который мне с них выпал. Ну и если вы не понимаете, зачем я одаряю буянтов, то просто сравните, какой конвертрейт у одарённого буянта, и какой не у одарённого. И я тут, думаю, сразу всё станет понятным. Конвертрейт это, по сути, самое важное, что есть у синих, с помощью него мы делаем столько мёда и будем продолжать делать дальше. Кстати, уже очень скоро будут новые ответы на вопросы после 30 серии от NoBada Topper, и я думаю, многие будут спрашивать насчёт перехода в пыльцу. Точнее, я даже не думаю, а я уверен, что будет просто миллион таких вопросов. Но на все эти вопросы я, очевидно, отвечу, когда они появятся. А пост для того, чтобы задать вопрос, появится в моём телеграм-канале, поэтому, чтобы это не пропустить, заходите туда. Там, кстати, недавно ещё проходил конкурс на бесплатный буст, и в ближайшее время планирую сделать ещё что-то похожее, поэтому заходите, чтобы не пропускать крутые ивенты. А пока очень активно крафчу блю экстракты, но на самом деле не думайте, что мы прям быстро скрафтим Тайтпоппер, потому что самое сложное для меня в Тайтпоппере, это будет Свердотвакс, и я думаю, на них мы потратим прям довольно много времени. А также хотел у вас спросить, стоит ли мне ещё вставлять эти моменты, как я хожу, убиваю там разных боссов, того же Кинг Битла, Туннеля, Краба, или уже стоит вырезать эти моменты? Обязательно напишите про это в комментарии. Ну а также я уже просто не знаю, когда я выбью себе этот хороший лунный амулет, что-то пока что у меня прям вообще не получается это сделать. Ну а так, как видите, в этой серии я прям максимально пытаюсь выбить конвертрейт на своём улье, потому что напоминаю, что с помощью конвертрейта мы сможем быстрее фармить шарики. Почему я сказал слово фармить, а не конвертировать? Потому что в синей это по сути одно и то же, потому что весь основной мёд идёт с конверта как раз-таки этих шаров. Я, конечно, планирую сделать обновлённый гайд на синюю пульсу, но если коротко рассказать механизм, как это всё работает, то вы просто заполняете свои шары на поле, после чего они возвращаются в улье, где вы их конвертите. И основной мёд вы получаете как раз-таки не когда вы забиваете свои шары на поле, а когда уже конвертите их. Надеюсь, с этим стало понятней. Поэтому прямо в последних сериях я максимально пытаюсь прокачивать разных пчел, чтобы они быстрее конвертили, одарять буянтов, чтобы они спавнили больше шариков и быстрее конвертили. Ну и, конечно же, занимаюсь мутациями. Поэтому, возможно, эти серии, конечно, выглядят сейчас плюс-минус скучными по сравнению с другими, но они очень важны для прогресса аккаунта в будущем. И так как я показываю просто буквально всё, что я делаю на этом аккаунте, то есть вы можете найти прохождение любого квеста, ну там, понятное дело, кроме полярного медведя и бука пчелы, то я думаю, такие подготовительные этапы тоже следует показывать, потому что это очень сильно будет помогать новичкам. Ну а сейчас я предлагаю вам посмотреть ещё одну нарезку по прокачке улья, потому что я решил прокачать его до 16 уровня, а некоторых пчел даже до 17. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и тут я уже докачал последнюю пчелу на сегодня, а также прямо сейчас я хочу ещё поднять тему стикеров. Потому что я так плюс-минус посмотрел, и у меня на аккаунте есть очень много прикольных стикеров, которые можно было бы на что-то затрейдить, а мне прямо сейчас нужно два донатных ваучера. Поэтому на таком прекрасном сайте, как BSS Trades, кто не знал, можете им пользоваться, ссылку на этот сайт я оставлю в описании под видео, вы можете создавать разные картинки, где показываете, что вы отдаёте и что вы за это хотите взамен. То есть слева, где красная полоска, вы ставите все стикеры, которые вы готовы отдать. А справа, где будет зелёная полоска и написано Looking For, вы очевидно выбираете все стикеры, которые вам нужны. Помимо стикеров здесь есть также и скины Ульев, и Кабади, и Биквипы, поэтому это очень крутой сайт для того, чтобы делать подобные картинки. Ну и я понемногу протыкал все интересные стикеры, которые есть у меня на аккаунте, также обязательно не забыл про Улья, и прямо сейчас я хочу добавить два вот этих ваучера. Ну и теперь, по сути, всё, что нам остаётся сделать, это только сохранить пресет, чтобы в будущем, если что, это не делать по новой. Ну и сделать скриншот этой картинки, после чего зайти ко мне в Discord сервер, ссылка на который в описании, и в чат и трейды добавить своё предложение. Если что, сейчас без шуток, у нас на Discord сервере очень большой актив в чате трейда, поэтому если вам нужно как-то быстренько затрейдить стикеры, то можете, в принципе, кидать их туда. Написал стандартный заголовок ищу, также выбрал для себя нужные теги, добавил свою картинку и нажал Создать публикацию. Ну и теперь мне просто остаётся ждать, когда кто-то мне про это напишет, а также я решил ещё это скинуть себе в BSS чат, чтобы прям побыстрее мне начали отвечать люди. И такую же картинку я скинул себе в Telegram чат, чтобы быстрее найти человека, который затрейдит мне хотя бы Convert Rate Voucher, который мне очень помешает на Honeyday. BigAther не прям, чтобы нужен в сине, поэтому всё-таки будем сначала трейдить Convert Rate, и очень надеемся, что очень скоро мы это найдём, также ещё сейчас хочу немного позаниматься биквипами. Со всего этого списка нашёл только одну шапочку, которую чисто в теории можно сделать с ценой, но кинул на неё Hardwax, и чуда не произошло, никакой полезной статы с неё не упало. Конечно, чтобы сделать биквип ценным, обычно кидал откаустик, но сейчас этот аккаунт не такой богатый, чтобы я мог себе это позволить. Ну а также, ребята, всё-таки мы наконец-то в ближайших сериях добьём этот квест у Даппера, потому что просто напомните, сколько у нас он уже лежит очень долго, а также позанимаемся ещё квестами Полярного Медведя, потому что сейчас энергия моих пчёл желает только лучшего. Я, конечно, могу поставить себе автовыполнение квестов Полярного Медведя и Бука Пчелы в Натромакро, но пока что этого делать не хочу. Всё-таки первое время я хочу это поделать ручками, особенно квесты Бука Пчелы, потому что давно уже ними не занимался. А они, в принципе, довольно лёгкие и прикольные. Конечно, пока вам не упадёт какой-то квест на подбирание одного миллиона блю токенов. Ну а так, за каждый квест с Бука Пчелы мы также получаем блю экстракт, ещё получаем мунчармы, которые мне сейчас прям нужны, и поэтому это прям пчела, которой мы очень скоро будем заниматься. Ну и, конечно, наша основная цель сейчас это покупка Тайт Поппера, а также, конечно, увеличение фарма, но, в принципе, Тайт Поппер в этом нам тоже поможет. Ну а так, ребята, у нас вот заспавнились грибы на локации, если что, я это понял по таймеру, каждые 15 и 45 минут они спавнятся, поэтому сейчас я попробую понемногу поделать этот квест. Как видите, немного я сделал, а всё остальное мы уже сделаем в следующей серии и, наконец-то, добьём этот квест у Даппера. Ну а так, ребята, я прекрасно понимаю, что эта серия понравится намного меньшему числу людей, чем все предыдущие, потому что она была подготовительная. И её, в принципе, можно расценивать как полноценный гайд на то, как правильно подготовиться к Ханнидэю в синей пыльце. Поэтому надеюсь, что хоть каким-то людям, которые также будут ещё фармить Ханнидэй, возможно, кто-то его ещё не фармил, она будет полезной. Ну а так, ребята, в следующей серии мы уже больше позанимаемся квестами, чем подготовкой, и выйдет она уже прям очень скоро, поэтому можете её ожидать. Ну а так, ребята, у меня на этом всё, всем спасибо за просмотр, желаю удачи и всем хорошего дня!